Добрый день, Лена. Я бы не сказала, что они откладываются в сроки сдачи. Я хочу сказать, что все в рамках контракта. Все основные ремонтно-реставрационные работы будут как запланировано завершены в конце этого года. Просто нужно понимать, что дом дворянского собрания, в отличие от филармонии или других каких-то зданий, которые можно отремонтировать, расставить мебель по своим прежним местам, и здание будет функционировать в том же своем привычном ритме. Мы должны понимать, что это здание будет перепрофилировано. Это будет мультикультурный центр, который нужно оборудовать. Там будет концертный зал один, там будет концертный зал с кинопоказом, будет большой колонный зал для приемов. Там нет ни светового оборудования, ни банально штор, или стульев, или кресел. Не говоря уже о музейном центре дворянства, который тоже будет оборудован соответствующим антуражем. Там будут определенные элементы мебели, декора, и все это разрабатывается, все это будет устанавливаться, все это будет монтироваться. Поэтому, когда мы говорим, что мы завершаем ремонтно-реставрационной работы в этом году, все так и есть, мы их завершаем. А затем мы берем 2-3 с небольшим запасом для разбега. Ну да, тулики-то когда смогут открыть двери и войти? 9 мая, как поставил губернатор задачу, мы это здание просто открываем двери и проводим там первыми мероприятиями. В 2015 году ждать ли еще крупных реставрационных работ? Я напомню, что завершаются работы по ансамблю Никольской церкви в Епифане. Это огромный архитектурный ансамбль. Сейчас там ведутся работы по колокольне. Могу порадовать туликов тем, что все-таки удалось добиться средств на завершение работ по улице Металлистов. Потому что вот эти здания 8-10... Улица Металлистов это Тульская улица Ветхих Памятников. Да, это улица Пятницкая, о которой много говорим. Очень хорошо, что тулики к ней приковывают свои взоры. Но, как обещали, работа началась. Были выделены средства на два здания 8-10 и на дом мемориальный Алексея Степановича Хомякова в Бугучарово. Там просто фасад делают или внутрь тоже заботы рабочие? В этом году произведены работы, в прошлом году по проектам, в этом году по фасадам, укреплениям сводов и кровлям. Теперь нам подтверждено уже выделение средств на продолжение работы. И мы дом 8-10 планируем в 2015 году завершить. По концепции использования этих домов, они будут переданы в Федеральный музей Поленова. И дома эти будут представлять некое такое поленовское подворье в Туле. Здесь развернется детский театр в тех добрых традициях Поленова. В центре Тула откроется детский театр. Это будет балетная школа, школа танцевальная. То вот те виды творчества, искусства, о которых мечтал Поленов, их приобщение детей к ним, вот все это будет, как бы сказать, постепенно реализовано. И в 2015 году примерно уже что-то нам ждать. Нет, давайте мы не будем кормить Тулеков обещаниями несбыточными. Мы говорим о том, что мы планируем и очень будем стараться завершить реставрационные работы в 2015 году. Но поэтапно, по мере того, как то или иное помещение будет, так скажем, приводиться в порядок, то я думаю, поэтапно, наверное, поленовцы будут, ну не наверное, я бы так полагала, они будут заходить в это здание, в эти здания. Богородицкий дворец музея. Ждать ли там работы? Да, большие подвижки у нас идут в Богородицком дворце музея на грант Года культуры. Я хочу сказать, что наш Тульский регион получил более 80 миллионов. Это один из, ну мы на третьем месте, включая Москву и Петербург, из всех регионов по числу денег, которые были выделены в Туле. Туле на конкурсной основе в Года культуры. А если говорить о Богородицке, то выделено средство 25 миллионов на благоустройство парка. Так что не только сам дворец, который будет завершен в своей реставрации в этом году, там цокольный этаж имеет проблемы, и кровля. Мы эти проблемы закроем. Но самое главное, мы разыграли конкурсы, приобретены необходимые средства ремонтно-реставрационные для парка. И изгородь, и лавочки, и осветительное оборудование. И регион в 2015 году будет выделять еще средства более 30 миллионов для того, чтобы эти работы были произведены. Правда на такие вложения? То есть поток туда увеличился за последний год хотя бы? Мы имеем хорошую динамику. Если прирост потока туристов в прошлые годы составлял 5-6%, то сейчас мы ожидаем, прогнозируем, более 8%. Но в цифрах это 553 тысячи человек посетило Тульскую область, как туристы, оставшись с ночевкой где-то в прошлом году. Сейчас эта цифра приближается к 700 тысячам человек. Губернатор постоянно говорит о том, что мы должны развивать не только столицу региона, мы должны развивать наши малые исторические города. И многие проекты нацелены на развитие малых городов, в том числе и в туризме. Рост туризма ставит перед нами задачу, чтобы мы открывали какие-то центры или хотя бы какой-то человек в сфере культуры имел полномочия по статистике в сфере туризма, по координации, по информации, информированию туристов. И в Богородицке сейчас, с 2015 года, будет выделена единица, которая будет, что называется, отвечать за туризм. Мы имеем хороший результат уже в Веневе, там есть уже так называемый туристко-информационный центр. Хочу сказать, что веневцы уже за этот год просто с тремя московскими компаниями заключили конкретные уже договорные отношения. И москвичи уже, туроператоры, системно вводят посетителей в Веневе. А булочку в Веневку, да, которую вот пропагандировали, как... Да, которая родилась в рамках вот этого нашего проекта. А вот это вот, что называется, мозговой штурм в рамках проекта «Настоящая Россия», который в рамках этого проекта приезжают эксперты, приезжают тревел-журналисты, которые смотрят, оценивают, имеют свой опыт, изрубежный опыт и рекомендуют, что нужно сделать. И вот когда, при мне это было, на семинаре Юрий Щегольков из Ростуризма сказал, что, смотрите, у вас даже герб ориентирует на какое-то хлебопекарное нечто. Сейчас времена такие, что кулинарный бренд, ну, только ленивый не имеет. Поэтому, наверное, может быть, стоит в этом подумать. Стоит женщина из зала и говорит, а вы знаете, ведь когда-то, мне еще моя бабушка рассказывала, была такая булочка, если не ошибаюсь, она даже Веневкой называется. Вот он говорит, вот Эврика. Вам обязательно надо эту булочку возродить и сделать, собрать лучшие традиции, сделать ее неким таким брендом. Давайте, извиню, вы переместимся в Тулу, Кремль, открытие колокольни, событие эпохальное для Тульской области. А когда же все-таки будет открыта выставочная площадь, которую так, ее часто называли Атриум, слово не прижилось, так все-таки. Да, значит, Кремль завершен сейчас полностью, исключая Богоявленский собор. Конкурс прошел, заключается контракт, и в самое ближайшее время Богоявленский собор, это то здание, где находится музей оружия. Он будет отреставрирован, будет сделан фасад и кровля. И вот тогда мы говорим о том, что все объекты, памятники на территории Тульского Кремля отреставрированы. Это все федеральные объекты, они отреставрированы. Остается за нами, за регионом наша основная часть. Это музейно-выставочный комплекс, который располагается в двух зданиях электростанции. и подстанции, и крытый двор, который будет соединять их для обеспечения необходимой туристской музейной инфраструктуры. Там будут располагаться четыре музея. В этом году основные работы по реконструкции, перекрытию, фасадным вопросам, они будут в основном завершены. Некоторые работы будут завершены в начале года. Но в начале года сейчас уже разработан проект экспозиции. Ведь музей не может существовать просто как витрины. Вот проект экспозиции разработан, согласован, обсужден с музейным сообществом. Так что там будут вставлять все-таки? Там будет музей военной истории Тульского края, это главное. Там будет музей самоваров с хорошим таким интерактивным комплексом чайной комнаты, чайное помещение, где будет представлен также и тульский пряник. Кстати, планируется еще в торговых рядах музей тульского пряника из фабрики Ясная Поляна. А там можно будет участвовать в приготовлении пряника? Или просто посмотреть, по нему идите дальше? Нет, я, Лена, скажу, что и не только в музеях, но и в торговых рядах уже есть экспликации помещений. Они максимально заряжены под то, чтобы турист приходящий мог изготовить, сядь с собой, покушать, попробовать, протестировать. Те же суворовские конфеты, они хотят просто торговаться, они хотят, чтобы это было кафе, чтобы люди могли попробовать ручную работу конфетки, где-то посмотреть, там даже будет видео некоторое. Все очень креативно, так скажем, настроено. И мы максимально старались сделать так, чтобы, стараемся, чтобы в торговых рядах и в этом комплексе было все представлено, так скажем, в объеме всех тульских брендов, которые мы можем показать россиянам или за рубежом. Еще музей Тульского Кремля с археологическими находками, для нас это очень важно, и музей декоративно-прикладного искусства. Открываться будет, в общем-то, несколько поэтапно. В каком плане? Обязательно, однозначно перед нами поставленная задача. К 9 мая мы открываем большую юбилейную выставку Музея военной истории Тульского края. Постепенно, поэтапно будут доводиться до ума экспозиции остальных музеев, и стоит задача к дню Тульской области поставить точку с этим комплексом. То есть частично он уже будет работать. Торговые ряды и выставка в большом крытом дворе, все это будет работать. Скажите, в некоторых регионах раскопки уводят под стекло, и люди могут пройтись по так называемому городищу 16 века и сверху вниз посмотреть. Нам такого ждать? Вы знаете, что у нас некоторые археологические находки, наши артефакты, они будут так или иначе выставлены, но не вживую, потому что у нас сложности с грунтом. Это около реки, это определенные специальные проекты работы. Это не Кипр, это не Италия. Даже когда в Москве обсуждают, стоит ли в Петербурге оставлять какие-то ценные вещи, и все прекрасно понимают, специалисты. Ребята, мы живем с вами не в тех южных странах, где условия позволяют это делать. Поэтому мы тоже понимаем, что мы внизу, у реки, поэтому вот так просто говорить нельзя. Но задачи на перспективе есть такие. Могу сказать, что Тульский Кремль, один из 18 Кремлей, сейчас он один, федерация очень на нас внимания большое уделяет, поскольку мы сейчас, как говорили, сейчас в тренде, потому что это единственный Кремль, который сейчас будет масштабно восстановлен, он засияет своей новой выставочной музейной площадью, будут, ну, как бы сказать, мы заживем новой жизнью, потому что все Кремли как-то так вот, ну, вот кто-то там давно проходил реставрацию, мы сейчас будем самой новой, так скажем, а при этом мы одни из самых старых Кремлей. Вот, но я хочу сказать, что это один из тех Кремлей, где еще археологические раскопки в большей своей части не произведены, поэтому под землей находится все самое ценное. Поэтому нас никто не торопит, мы поэтапно на тех территориях, которые уже, как бы сказать, нашими историками, археологами определены как ценные для находок, это и осадные дворы, наши специалисты знают, где они примерно находятся. То есть нам еще ждать сенсации. Мы потихоньку будем, как бы сказать, раскапывать, открывать, и, наверное, я просто уверена, что мы просто, ну, не торопясь и с инженерной грамотной мыслью подойдем к тому, чтобы нам можно было сделать, законсервировать и показать туристам где-то в районе какой-то стены, посмотреть, какая по глубине стена, потому что более полтора метра же поднялась. Конечно, это интересно. Вот, поэтому эти все работы впереди, но они требуют хорошего, грамотного, технического решения. А теперь главный вопрос. В условиях нынешней экономической ситуации не будут ли свернуты какие-то программы? Вы знаете, культуре в этом плане повезло. Слишком много внимания и денег было уделено на культуру, выделено в прошлые годы. В частности, в четверг. Задел хороший сделан. Задел очень хороший. Поэтому нам сейчас, вот даже если бы санкции были, или не санкции, или как-то свернули программу, или не свернули, вот все наши проекты, которые у нас есть, которые мы с вами рассказали, еще не рассказали. Это и Бунинский тематический парк, на него тоже федеральные деньги уже выделены. Надо и музей Бунина приводить в порядок, у нас есть на это определенные планы. Это и Богучаровская усадьба, которые тоже выделены средства. Нам надо еще освоить и подумать, какую-то музейную экспозицию, так сказать, довести до ума. Это и Бежен Луг, который нам стоит привести к 200-летию Тургенева. Там прекрасный спонсор. Мы сделали заявки на несколько уже вариантов мультимедийного оборудования. Там идет ремонт. Скоро мы о Беженом Луге поговорим. Можно в годку литературы сделать отдельную программу. Это музей Матроны Себинской, куда уже хочет зайти инвестор для того, чтобы там уже начать строить гостиницу. Не говоря уже о памятнике, которая будет открываться. Это Никольский собор, где есть место в галерее для того, чтобы там делать какой-то духовно-культурный музейный центр, который бы раскрыл возможности. И это то, что будет реализовано в 15-м году. Это все, дай бог, нам еще хватило бы сил реализовать все это в 15-м году. Но средства есть. Да. Бояться ничего не нужно, туляки все это увидят и будут пользоваться. Туляков ждет очень много интересного, много открытий, много мероприятий. Хочу сказать, еще будут добавляться. У нас ждут несколько фестивалей. Нас ждут фестиваль, посвященный Великой Отечественной войне, Салют Победы, где соберутся творческие коллективы из всего ЦФО. У нас планируется проведение нового патриотического фестиваля. Не буду рассказывать тайны, мы хотим проводить еще некоторые знаковые, уже известные фестивали на Турческой земле. Некоторые фестивали у нас уже существующие, они обретут совершенно новый облик при поддержке Министерства культуры. А первые когда пройдут? Первые уже в марте. Уже в марте, то есть зимой пока еще готовитесь? А зимой, зимой хочу сказать тулякам большое спасибо за активность, мы свои планы вывешивали на сайте. Вот буквально последнее предложение связано было, ну, мы же предлагали и галерею, и ночное мероприятие на площади, и в Кремле мероприятие, все это было учтено, внесено. А вот последнее было, а где же тульские мастера? И было предложение сделать выставки продажи изделий тульских мастеров. Новогодние ярмарки такие? Такие мини-ярмарки, больше даже скорее это музеи, потому что людям хочется посмотреть, и глиняную игрушку разных видов рассказать, а не посмотреть, какие-то мастер-классы посетить, не всегда это бывает на улице. И мы нашли точки, да, где это будет. Это будет в Кремле, в Кремле, это будет в уличном формате, но у нас есть Дом народного творчества, который, это тоже из задачи 15-го года мы решим, Дом народного творчества, адрес недалеко от вас, 9 мая, 1 Б, там будет небольшая выставочная площадь, где можно будет посмотреть, посмотреть, как делаются игрушки, пообщаться с мастерами, приобрести эти игрушки, будет небольшая экспозиция и в холле, пока мы решаем, либо художественная галерея, либо музея Крылова. Там есть место, но народу ходит, тут они очень много, и нам бы хотелось сделать какой-то интерактив. То есть вы придумали, чем занят у Ляков на январском празднике? Да, и нам идея, как бы, показать и рассказать о наших всех промыслах, тем более новогодняя тема, она настолько близка к тем интересным вещам, которые делают тульские мастера и мастерицы, поэтому, мне кажется, тут большой разгул для творчества, и люди порадуются, что-то приобретут, и главное, может быть, и навыки, и какое-то хорошее настроение. Тима Вячеславовна, спасибо вам за интервью. Редактор субтитров А.Семкин